Всем привет! Это новый выпуск Выдал базу. Сегодня обсуждаем ваши вопросы по чемпионату Европы. Конечно же поговорим про тактические кружева Гарта Салгейта, про немощных французов, про так себе бельгийцев, про летучих голландцев, ну и про все, что вы, собственно, написали в ваших вопросах. А в конце нас ждет блиц от Вавана. Поехали! Ну а прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, я выскажу свое мнение по самой горячей теме последних дней. Криштиану Роналду и его поведению в матче со Словенией на турнире в целом. Друзья мои, с одной стороны, кто-то обрушился на него с критикой, да, стали обвинять в том, что он так много бил поворотом и в том, что он, собственно, заплакал. Я считаю, что проявлять эмоции даже в 39 лет – это нормально. Посмотрите наши выпуски, посмотрите наши подкасты, посмотрите обратный отчет. Я всегда проявляю эмоции. А-а-а! 20-чет! И мне 38. Я буквально на годик младший Криштиану Роналду. Вот. Это раз. Второе. Да, он бил поворотом слишком много, слишком часто и не всегда из выгодных позиций. Но, с другой стороны, он забил так много голов в своей карьере, что у него всегда будет аргумент. Человеку, который скажет, ну, Криштиану, хватит бить поворотом, он скажет, чувак, посмотри на цифры. Третье. Единственное, наверное, за что я переживаю, что не за то, что он заплакал. Я вообще не удивлен, что он заплакал, потому что он с 30-й минуты орал на небеса. Он реально буквально орал на небеса из-за чего-то на 30-й минуте, как будто они уже этот матч с Словеней играют 2,5 дня. И вот он как будто уже 2,5 дня у него что-то не получается, и вот он поэтому уже на 30-й минуте, он уже, типа, ну, пожалуйста, попади в мяч. Вот было видно, что он, видимо, начал себя уже как-то перезаряжать на эту игру с самого утра. И уже к 30-й минуте он сгорел. И, естественно, когда у тебя все давление перед чемпионатом, типа, зачем Роналду Португалии, не испортит ли он игру Португалии, не станет ли он обуза для Португалии. Естественно, когда ты в дополненное время мажешь пенальти, и это делаешь ты, человек, про которого все говорят, конечно же, ты думаешь, что все, сейчас я буду во всем виноват. И после этого что делает Криштиану? Он достает огромного размера кухонес свои и бьет пенальти в серии. Первый пенальти и забивает его, забивает его с замедлением движения, кладет точно в уголок и облако не берет. Вот это круто. Таким образом он дает уверенность Кошти, дает уверенность ребятам, и они выходят в 1-4. Более того, в 1-4 против Франции я лично вижу Португалию фаворитом, не знаю, как вы. Перед тем, как перейдем к вашим вопросам, хочу поблагодарить наших друзей из фона. Компания поддерживает все наши проекты, а также такие клубы, как Крылья Советов, Ростов, а еще Дерзкий Акрон. Между прочим, сразу после чемпионата Европы начинается чемпионат России, так что без футбола мы с вами не останемся. А вы, пожалуйста, заглядывайте в наш телеграмм, там вас ожидает очень много интересного. Ну что, вопросы от подписчиков. Uncertain boy. Нужен ли сейчас Канте топ-клубом Европы? Кому бы он понадобился? Барселона является топ-клубом, и я бы не отказался от такого Канте. Чувак святой. Вы понимаете, что ему 32 года, он бегает, как будто ему 18. И он бегает во время чемпионата Европы в сборную, которая просто напичкана звездами. И он уже, по-моему, два раза был лучшим игроком, а мог все четыре получать этот приз. Ну то есть его хватает на 90 минут. Поэтому, конечно же, он любому топ-клубу сейчас понадобился в такой форме. И есть ощущение, что он еще пару лет может так себя проявлять. Поэтому я бы не отказался от него в Барселоне. Канте, а? Вям вилю. А может, Челси вернется в возвращение. Кстати, ты знаешь, я даже с тобой согласен. Впервые за долгое время. Наконец-то. Я с тобой согласен, потому что им не хватает опытного чувака. Чувака, который будет надежен. Ну, он по натуре может быть не лидер, но физически он очень готов. Он по игре лидер, он хладнокровен, спокоен. Он может подчищать за всеми, кто недорабатывает. И дать свободу куче игроков в атаке и центрополе. Да я считаю, что Челси был сейчас очень помог. Ждем возвращения. Вова, а? Вова-то растет прям на глазах, на глазах растет. Я как Канте теперь. Угу. Двигаемся дальше. Савушка23 спрашивает. На каких таблетках смотришь Англию, чтобы не уснуть? Да там уже, понимаете, дело не во сне. Они уже, наоборот, не дают спать своей скукатой, понимаете? Ну, так нельзя играть. А больше всего меня бомбило от того, что все начали писать. Да это чуть ли не лучший матч Англии. Да они молодцы. Они пытались атаковать. Они пытались по флангам, значит, навешивать. Они попытались. Да ничего они не придумали, не сделали. Все, все, все. Салги, вообще, как ты себе можешь это позволять, а? Кто ты такой, чтобы от всех бомбило от тебя? Я, короче. Слушай, Васан. А давай хоть раз по душам поговорим? Давай. Скажи мне, индус. В чем сила? Сила в энергии. А откуда взять эту энергию с нашим-то режимом? А я скажу тебе, брат. Милдранат. Милдранат помогает мне эффективно справляться с усталостью и упадком сил. Отлично восстанавливает работоспособность, как физическую, так и умственную. Поэтому я всегда такой бодренький. И для тех, кто хочет эффективно восстанавливать свою работоспособность и быть всегда в хорошей форме, у нас есть промокод МЯЧ, который даст скидку 15% на покупку Милдраната на площадке e-appteka.ru. Помните, что перед применением любого медицинского препарата нужно обязательно консультироваться с врачом или фармацевтом. Не занимайтесь самолечением. Читайте инструкции. Берегите себя. А ты давай, дружище, вот так же бодренько возвращайся-ка на свое место. Ага. Так, если бы ты мог есть только одну еду до конца жизни, что бы это было и почему? Курочка, карри. Это была бы клубника, друзья. Я просто обожаю клубнику. Клубника-бомба, честно говоря, самая любимая. Она такая вкусная. И когда она еще сладкая, большая и сочная. Но ты понимаешь, что в этой еде есть все. Потому что она как бы... Ее можно жевать. Она не пьешь, а и живешь, да? В ней есть сладость. Какие-то эндорфины есть, да? В ней есть какие-то, хоть какие-то полезные свойства. Вот поэтому я бы, в принципе, не отказался бы, в принципе, жить на клубнике. Басант-любитель клубнички. 10 тысяч лайков, и Басант, если клубнику есть, не надо. Вот он предлагает нам редакторский состав объявить, значит, челлендж на 10 тысяч лайков. И я в эфире во время съемки в Эдолбазу буду есть клубнику. Может быть, даже со сливками. Васант, к какому клубу подошел бы Гаррет Саугит и Роберто Мартинес? Блин. Я бы отправил Гарета Саугита в шинник Ярослава. Ну, классно же, реально. Вот тогда бы он реально понял, что такое футбол, что такое что-то придумать, поработать. Да, что такое попробовать сыграть на результат немножко в другой лиге, да, с другим качеством футболиста. Вот тогда бы я посмотрел на тебя, Гарета. А Роберто Мартинес, кстати, мне кажется, он как раз тренер, и он показал это с Уиганом. И он, мне кажется, как раз тренер для таких команд, для небольших, для небольших команд, потому что там у него получается. Поэтому Роберто Мартинесу нужно маленький клуб переходит, если он перейдет в клуб. Как думаешь, если бы Португалию тренировал Жузе Муринио, он бы усадил Роналду на скамейку? Я думаю, что нет. Он, наоборот, мне кажется, по-особому к нему относится. Он его любит, уважает, и он бы просто нашел ему применение. Он бы, может быть, выпускал бы не в основе, а со скамейки. Он бы, может быть, там, ну, других бы футболистам бы объяснил, что, друзья, не надо все только про него. Как бы игра должна быть и от вас исходить, в том числе таким людям, как Бруно Фернадош и Бернарду Силову, да? Может быть, он как раз Лиао усадил бы. Лиао выпускал бы со скамейки, потому что, по сути, Лиао там Мендушу не дает до конца играть. Ну, да, вот в матче со Словени там пару-тройку раз у него что-то получилось. А в целом, он как будто ему не хватает пространства, Лиао, в этом составе Португалии. Вот так, я ведь думаю, сработал бы Жузе. Тимур Бахмудов, 960. Достойный ли Ямаль 10-го номера в Барселоне? Друзья, давайте вот Мести, когда появился в команде, он играл сначала под 30-м номером 2 сезона, потом под 19-м номером и только потом под 10-м. Давайте, вот как бы, мы у нас уже с вами свежий пример Фати, да, как бы перед глазами. Поэтому пусть он проведет сначала несколько сезонов под своим номером, все докажет, окрепнет физически, да, ему будет уже хотя бы 20 лет через 4, да, и вот тогда мы через годика 4 поговорим про 10-й номер. Пока рановато. А, Васан, где сделал такую классную прическу? Мне бабушку надо отвезти подстричь. То есть у вас бабушка хочет подстричься под мальчика? Ну, у вас модная бабушка, что я могу сказать, она прогрессивная. А вообще, если честно, у меня крутой мастер, и я уже давно у него стриблюсь. Васан, родной, как ты думаешь, а что, если Гвардиоли после этого сезона возглавит сборную Англии? Мне кажется, это поколение нельзя выпускать, а Пепа именно тот, кто приведет их к трофеям. Ну, конечно, в этом есть логика. Я не то, что думаю, что это было бы хорошо. Я уверен в том, что Англия с ним выиграла бы мейджор-трофей 100%. Сможет ли он там такой же системный футбол? Да, конечно, потому что он бы... Там половина из них знает этот футбол. Стоун знает, Уокер знает, Фонт знает. Трансфер нельзя делать на 50-60 миллионов там нельзя. А зачем ему трансфер на 50-60, когда у него поколение, где есть там 30-40 футболистов талантливого? Ну, в защите Англии, то есть... Нет, поверь мне, с ним бы Льюис Данк был обалденным. Бен Уайт бы не отказался бы с ним играть в сборной. Понимаешь? Гриллиш бы. Да, Митчелл бы. Обалденный. Все были бы классные, понимаешь? Все были бы на максималках. И тогда это была бы совсем другая Англия. И Англия бы уничтожила всех и выиграла бы. И я бы, например, на месте федерации сборной Англии и вообще футбола вот над этим бы задумался, потому что им нужен мегатренер для турнира, и действительно поколение уйдет. Потом опять придется ждать. А в Саутгей, то в Сити. Молодец, Вов. Вот это я понимаю. Да, отдельно это вырежем, прям отдельно. И просто разошлем по всем пабликам, по всем. У него бы и гриллиш и гранат. Есть человек в этом мире, кто предлагает в Саутгей быть в Ман-Сити. И человек при этом называл себя болельщиком Ман-Сити. Васан, предскажи пару, которые сыграют в финале, а также пару, которые лично хочешь увидеть в финале. Ну, предсказание дело неблагодарное. Мне ли вам об этом говорить, друзья? Ну, пока я вижу Германию-Англию. Вот такая. Ну, скорее всего, мне кажется. А хотел бы я увидеть Испанию-Нидерланды. Я думаю, что если будет финал Испании-Нидерланды, это просто может быть фестиваль футбола реально. Абсолютно фестиваль футбола с огромным количеством моментов, ударов, какой-нибудь драмой, столкновением интересным тренеров. С сильными сторонами, потому что у Нидерландов это оборона, у этих атака и центр-поле. Блин, вот для зрителя Испании-Нидерланды был бы шикарный финал. Реально. Кто лучший вратарь 1-8 финала? Кошта, Гюнок или Облак? Смотрите, прям по хронологии. Был сначала Облак, потому что он спас пенальти от Роналду. Потом, прям в этом матче, после него, Кошта спасает 3. И он становится. А потом, после этого, Гюнок тащит, я вам скажу, сколько у австрийцев было. 5 явных голих моментов. Там где-то они сами не попали, не забили. Но удар Баумгартнера, это, наверное, сейв турнира. Пока. По зрелищности, по драматичности. Но все-таки, наверное, Кошта. Потому что 3 пенальти в серии вытащить подряд, это дорогого стоит. Саутгейт, это Мурини на минималках времен Челси в первый приход. Игра скучная, результат есть. Нет, друзья. Результата нету. Они ничего не выиграли. Через 30 лет никто не вспомнит, что они были в финале и в полуфиналах. Должны вспоминать, когда что-то выиграл. Он ничего не выиграл. Тогда, пожалуйста, назовите сборную Нидерланда в 70-х. Лучшей вообще в истории футбола. Когда они 2 подряд в финал чемпионат мира проиграли с Кройфом. Никто об этом не говорит. Никто не помнит, что они в финалах проиграли. И с каким счетом уже никто не помнит, понимаете? Поэтому не надо сомневаться. А у Муриньо, между прочим, первый приход Челси, было первое чемпионство Челси за 50 лет. И игра была сумасшедшая. И голов больше 100 забивали. Поэтому и переходные фазы сумасшедшие были. И индивидуальные качества футболиста проявляли. Не-не-не. Даже не с... Как вообще себе позволили сравнить этого, блин, мусоровоза, блин, с тренером? Какую сборную больше всего переоценили и недооценили? Переоценили, наверное, Англию. Потому что Англия ходила у всех фаворитов. В фаворитах явно. И мы видим, во что это все превратилось. Это просто, ну, прям... Я думаю, что никто не ожидал такого кошмара. Недооценили Испанию. И я в том числе каюсь. Но есть ребята, которые посчитали, что самый сильный состав у Англии. Потом, соответственно, у Испании. Внезапно. Можно закрыть. Мне кажется, больше всего 3-е место. Франция пошла сюда. Можно это агентство закрывать. Да, я недооценил. И это поколение, этот состав. А выясняется, что действительно эти ребята работали в системе Дело Фуэнто. 14 человек из них, да. И все они знают, как играть. И второй состав выходит. И структура не нарушается. И они просто из-за некой темной лошадки превратились в фаворита чемпионата. Поэтому вот, наверное, так. А вырисовывается ли пока что для тебя лучший игрок турнира? Так, лучший игрок турнира. Ну, кто тут ходит в претендентах? Наверное, Гакпо. Да, потому что куча голов в Нидерланды. Ну, смотря, насколько Нидерланды пройдут дальше. Да, пойдут дальше. Если Испания пройдет далеко, то... Кто-то либо Нико, либо Ямаль, да? И есть что, Фабиан Руиз. Фабиан Руиз, да. Да, вот, наверное, 3 претендента. У Германии это, скорее всего, Мусиала либо Кросс, да? Ну, Мусиала по количеству уголов, Кросс по влиянию. А Фюлькрук может ли стать героем, если забыли? Героем, но, мне кажется, его не приняты не могут. Он все равно выходит на замену часто. Ну, Орда-Гюллер, ладно, вот вам еще и сенсационный вариант. Если они в полуфинал выйдут, а почему нет-то? Ну, не 100%. Если в полуфинал выйдут, почему не Орда, например? Или, если опять этот вратарь Гюнук опять вытащит с Нидерландами второй матч подряд. Может и он. Гризман, все или просто конкретно неудачный турнир? Слушай, скорее всего, конкретно неудачный турнир, потому что у него волнообразный. Последний сезон был даже в Атлетике, как и у самого Атлетика. Он то гениально проводил, то куда-то пропадал, то опять гениально, то куда-то пропадал. И, ну, немножечко, как я и говорил, у Франции идет сход на сход это поколение. Он действительно играет хуже своих возможностей, но я думаю, скорее, что его игра в каттере была оверперформансом. Я думаю, что он провел тогда просто турнир жизни, и поэтому мы сразу задрали планку. Ну, почему-то всегда все ждут от Гризмана, хотя, на самом деле, он уже свой пик-то прошел. Да, пик точно прошел, да. И странно было ожидать, что будет такая же крутая игра, как в каттере. Отмененный гол Дани в матче с немцами из-за ногтя в офсайде. Это разве справедливо? Не пора ли всерьез обсудить офсайд Венгера? Да. Но там тоже же, офсайд Венгера, там тоже будет проблема в том, что считать вот этим расстоянием, что, как бы, которое попадает в офсайд, оно всегда будет спорным. Короче, какой бы офсайд ни придумали, он всегда будет спорным. И поэтому, ну, случилась эта трагедия такая футбольная, да? Случилось, так бывает. На этом турнире много у кого, там, у Лукаку попадал, 48-й размер обуви его в офсайд, здесь пятка попадала у Андерсона. Ну, что делать? Когда-нибудь что-нибудь из более пикантной попадет в офсайд, как уже в мемах там рисуют, ну, нормально. У кого-нибудь нос будет очень там, у кого-нибудь там футболиста какой-нибудь сборной Грузии, Турции, там, они же такие носы хорошие, такие добротные. Вот, поэтому, ну, нормально, мне кажется. Короче, я бы не менял правила. Кстати, смотрите «Эксплайнер» про Арсена Венгера в августе. Ага. Васан Батькович, знаю, ты вроде не сильно котируешь условного Фабиана Руиза, но как объяснить его преображение на Евро? Ну, друзья мои, ну, ты, конечно же, тренер. Конечно же, система игры Испании, она дает свободу. Когда под тобой ротере, ты понимаешь, что ты можешь делать, что хочешь. Ты можешь рисковать. Ты можешь брать игру на себя. Костик Геничев в каком-то из эфиров классно сказал, что в отличие от многих топ-сборных, игроки сборной Испании, когда идет навес в штрафную, либо там, либо игра идет в финальный третий, они по пять, по шесть человек туда идут и не боятся этого идти, потому что они знают, что есть такие люди, как Родери, которые подстрахуют. И это помогает Руизу. На самом деле Руиз же как бы в Наполе проводил классный сезон, и все про него говорили. На молодежном как-то Евро он себя как-то очень круто показал. Он индивидуально сильный футболист, он просто не очень быстрый футболист. И, видимо, когда он физически не готов, как вот в ПСЖ в прошлом сезоне особенно, то это сразу все блекнет. А в этом году он уже в плей-офф Лиге Чемпионов за ПСЖ себя показал круто. И это как будто бы продолжение. Поэтому, не, он хорош. Но, опять же, он один из. И тогда, когда есть страховка, и впереди есть люди, которых он может использовать. Потому что Уильямс делает беговую работу, которая позволяет Руизу себя проявлять. И там Ямаль это делает, Педре на себя внимание забирает. И поэтому Руиз получает возможность индивидуально себя проявлять. Будь ты тренером, ты бы играл на результат или зрелищность? 100% зрелищность, друзья. Смотрите, что футбол сборных, что футбол клубов, сейчас так или иначе зависит от просмотров, от зрелищности, от интереса болельщиков, от привлекательности для зрителей, от того, чтобы футболисты внутри команды играли на максимум, играли ярко. И даже когда у тебя нету супер мастерства, как у грузин, как у австрийцев, я не знаю, как у турков, там нету на высоте, но мы же все их обсуждаем, и они привлекают интерес. И, конечно, мне бы было ближе это, чем на результат, а в итоге ты как бы никому особо глобально не интересен. И все только плюются от твоей игры, и грош цена таким как будто победам, понимаете? Вассант, а если бы ты был тренером сборной Индии, мы бы увидели индийские кружева или голубцы от Вассанты? Смотри, вот тут вопрос по-другому. Немножечко меняем угол и градус на эту тему. С точки зрения Индии, конечно же, в первую очередь важный результат. Хотя бы какое? Хотя бы попадание на большие турниры. Вообще плевать, с какой игрой. Вообще можно с обманом, я не знаю, с какими-то ухищрениями. С натурализацией каких-то игроков. С натурализацией, с усыплением соперника, с чем угодно. Задача попасть. Кстати, недавно Индия стала чемпионом мира по крикету Т-20. Недавно. И обыграли мы Южную Африку в финале, так что нам тоже есть чем гордиться. Но не об этом. С точки зрения Индии, в первую очередь, результат. Любым способом. И в этой ситуации я бы был даже с Аугитом. Я бы даже его позвал. Если бы он рассказал, как, я бы его позвал. Если бы он сделал не так, что они попали на чемпионат мира. Чувак, если бы Индия попала на чемпионат мира, и он бы проходил в какой-нибудь маленькой стране, они бы стали Индией на следующий год. Потому что приехало бы столько эмигрантов, и они бы никуда не уехали, они бы остались бы там. Понимаешь? Поэтому, ну, чемпионатом мира нужна Индия, как участник. Нужна чемпионат мира. Сделай сам все, чтобы мы попали туда. Бесенок 2731. В Монако и Меце уже практически договорились о трансфере Микоутадзе. А ты как думаешь, у кого из игроков есть еще шанс на повышение после успешного Евро? А уже происходит? Уже Леон Орман в Атлетико? Да, уже договорились. Уже перешел в Атлетико Мадрид. Понять, что Мамардашвили надо переезжать. А Микоутадзе в Монако – это идеально. В Монако попал Лигу Чемпионов. В Монако работает Хютер, тренер классный. В Монако футбол сейчас хорошо играет командный. Они пока никуда не ушли. Ни Головин, ни Фафана, ни Кайо, ни Ивандерса, ни остальные лидеры. Чуть стареет уже Бен Йедера. Это прямо идеально. Он сейчас в Лиге Чемпионов попадет, сыграет хорошо много матчей, уже может вообще в суперклуб переехать. Потому что он себя классно показал на Евро. Братец, почему ты седой в свои годы? Это Евро во всем виновата? Нет, я просто вообще красился. Поэтому кто-то из вас не видел, что у меня голова поседевшая. Это генетическая история. Я в 24 начал сидеть. Вот сейчас поэтому голова так практически вся седовласая. Стоит ли Забицеру идти на повышение после такого Евро? Блин, не знаю. Он, конечно, тут на особой уверенности. Но немножко он, конечно, переборщил. Вот эти его дреды в последнем матче. Он как ДПА уже. Это уже лишняя какая-то. Ну и ты чувак из Австрии. Ты австрийец, камон. Ну какие дреды? И вообще откуда здесь дреды на твоей голове? Ты центральный полузащитник, который дает сумасшедший объем работы. Да, играет за троих. Ну, короче, для меня это странно было. Короче, а почему я докапываюсь ко мне? Ну, хочешь дреды? Ну, на Сидор ходишь, в Панамке играешь. Ну, как Сане хочет быть. Какой еще дреды будет? Ну, короче, у него уже был опыт, хотя он не вовремя. Понимаешь, да? Сделал дреды. У него же и Бавария была. И Юнайтед уже были, да? А как будто бы вот в таком клубе, как Дортман, он как раз может быть главным лидером и даже символом стать, если там еще пару лет на таком же уровне проведет. Ну, как будто для Гранда он чуть слабоват. Ну, уже в 30. И ему уже 30. Как? Вот куда он сейчас ему уйти? Как бы такой момент. Короче, нет, я бы остался в Дортмане. Лассан Тео Ирнандес является одним из лучших левых защитников на Евро. Перерос ли он уровень Милана? Если да, то, ну, конечно, перерос, друзья. Слушайте, он может играть в Мадридском Реале, в Баварии, я не знаю, там, в Сити, да где угодно. Потому что он на Евро показал, что он не только круто подключается и может там быть классной парой там с Лиао или там с, получается, на этом, там с Бапе или там в сборной, с кем угодно. Он в обороне хорош, и он надежен, и он возвращается. Плюс он как лидер очень сильно вырос. Он, конечно же, должен играть в суперклубе. Сто процентов. Милан пока ими является. И Милан с Фансекой для меня вообще большой вопрос. Насколько будет силен. Тедеско главный тренерский провал Евро. Неужели Мостовой был прав? Нет, друзья. Нет. Я не считаю. Тедеско пробовал, экспериментировал. Многое, что получалось. Игру с топ соперником они провели нормально. Ну, то есть план работал, и, в принципе, все решил рикошет. Он не виноват в том, что кошмарная была реализация. У игроков нападение. И в итоге, если бы они выиграли тот матч со Словакией, и вышли бы с первого места, или даже в ничью бы сыграли, они попали бы в нормальную часть сетки. И Бельгия легко с такой игрой, которую привез Тедеско и сборная, могла бы быть полуфиналь. Легко, абсолютно. И даже я, в принципе, в Бельгию верил в матч с Францией. Поэтому я не считаю Тедеско провалом на Евро. Где критика в адрес Сане? Мнит себя Роналду на минималках, партнеров не видит. Просто бестолковая электричка, которая играет на себя. Вы знаете, действительно, Сане первая половина сезона в Баварии абсолютно крутой, гениальный, классный, талантливый. Суперпара с Кейном. Отличная стата по голевым, по созданным моментам. Вторая половина ужасная. И вот он после травмы другой футболист. Очень долго думает на поле. Копается в мяче. Резкости в движениях нет. Пользы нет. Его сейчас выпустили с датчанами. Он ничего не показал. Его бы я усаживал на замену. Давал бы отдых, восстановление от травмы и возвращение уже обратно в другой футбол. Футбол, может быть, Сити, потому что, может быть, компания... Потому что они играли в одно время. Компания и Сане в одно время играли в Сити. Как будто стабильности не хватает. И Сане был тогда сумасшедшим. Сане в Сити был очень крутым. Как будто он в ментальности какая-то проблема. Да, да, что-то там есть. Какие-то вещи, которые его отвлекают от футбола периодически. Они сразу действительно делают из него такого себе футболиста. Хотя я бы хотел, чтобы он был на пике. Васан, кто лучший игрок Барселоны на Евро? По-моему, это Кунде. Слушайте, реально, Кунде очень хорош. Но есть еще Ямаль. Кунде, кстати, Кукурелли очень хорош. А Кукурелли в Барселоне давно? Может, он в Брайтини все-таки? Нет, мы не про Барселон говорим. Мы говорим про Барселон вообще-то, Вов. Иногда приходится повторять для Вова все-таки вопросы. Мы обсуждаем именно футболистов Барселоны на Евро, Вов. Значит, Де Йонга обсуждаем. Ну, нормально все бывает. Ну, Кунде реально хорош. И я прямо этому радуюсь. И более того, это даже какие-то надежды на будущее, с учетом того, что есть какие-то слухи по поводу того, что Канцелло может не остаться в команде. Ярауха могут продать. Поэтому форма Кунде, она прямо радует. Не кажется ли тебе, что хейт Франции не обоснован? Разве Франция такая же скучная, как Англия? Проблемы только в реализации момента создаются нормально. Согласен. Действительно, в их сторону слишком много критики. И она неоправдана. Потому что они и в группе показали, что они в контратаке убегают гораздо опаснее Англии. И они очень страшны в этом. Что у них есть два плана, по сути. Есть тройка либо с быстрым переходом, либо с владением. У них есть тройка разрушающая, которая с топ соперником будет выходить, например, сейчас с Португалией. А потом с победителем пары Испания-Германия. Ну, если они пройдут португальцев, да. Они гораздо опаснее сборной Англии. У них гораздо все понятнее, структурнее, четче и выстроеннее. Вот. И футбола в сборной Франции гораздо больше. Поэтому, да, я согласен. Абсолютно. Ну и как теперь относиться к Рангнику? Снова физрук или просто не повезло? Да нет. Ну, ребят, он не физрук. У него было две истории. С зарабатыванием, видимо, денег. И несовременным попаданием, что в МЮ, что в Локомотив. В тот момент, когда в этих клубах были проблемы в руководстве. Ну, Вов-то набрался в Локомотиве. А все остальное у него нормально. У него и до этого были классные проекты и работы. И сейчас мы все видим, какая это Австрия. Ну, это просто обалденно, как они играли. Как они выстраивались на чужой линии страфной в 4-5 человек. Грилючу отдавали мяч, он этот. И был сбоку, справа был Пош, который мог навесить. Либо сместиться туда в центр, как Забицер уходил в центр, для того, чтобы навешивать, а потом смещался в центр. Там столько ума в этой сборной Австрии. Столько классных решений, передвижений, открываний. Столько хладнокровия в их действиях. В их действиях. При том, что они не все там супер мастеровитые футболисты. А играли они как мастеровитые. И поэтому Рангнику просто прям респектос за этот турник. Куман восстановил свою репутацию на этом Евро. Ну, прям восстановил, нет. У него она была и так нормальная. У него в целом всегда карьера была такая, что первый сезон в клубе классный, второй провал. Первый сезон в клубе классный провал. Потом просто провал где-то, например, как в Барселоне. Потом были проблемы со здоровьем. Но с этой сборной он работает классно. И у него есть план, у него есть идеи. И они работают. И он круто руководит, и дисциплинарно. И хороший сплав в составе по опытным и по молодым. И нестандартные решения непопулярные, типа Мемфиса, да, на позиции этого ложной девятки. Единственное, вот то, что маринуют Зиркзи, мне странно, потому что я бы хотя бы... То есть Бергвин это уже даже выпустил. Ну, выпусти Зиркзи, ну, пожалуйста. Ну, мы все хотим увидеть. Потому что, на самом деле, на этом турнире почти все игроки Болонии, кто играет в сборных, все играют круто. Все круто. И все круто себя показали. Все лидеры Болонии. Поэтому хочется, чтобы Зиркзи тоже сверкнул. А, Васан, когда приедешь в Ингушетию? Слушайте, в Ингушетии я не был, но мы были в Чечне, мы были в Махачкале. В бытность мое выступление за команду КВН, РУДН. Вот. А сейчас, ну, не знаю, может быть, может, если появится команда в Медиалиге, например, из Ингушетии, может быть, тогда. Вот такой вам вариант. Ну, переходим к вашей любимой рубрике «Блиц от Вавана». Давай, мочи. Итак, Васан, лучший вратарь на Евро 2024, не считая Мамардашвили. Генук из Турции. Наличие какой сборной в 1-4 евро для тебя наибольший шок? Англия. Как можно с такой игрой проходить в 1-4? Я не понимаю. Выиграть Евро с футболом Саутгейта или вылететь в 1-2 с футболом Испании? Конечно, выиграть с футболом Саутгейта. Ну, потому что все равно это остается в истории, и это достижение. Вот на самом деле, короче, вот я только в последнее время стал понимать, насколько тяжело выиграть турнир, который проходит раз в 4 года. У тебя должны совпасть составы, игроки, отсутствие травм, тренер, стиль, соперники, жеребьевка, прям погода. Столько всего должно сойтись. И поэтому, в принципе, плевать с каким футболом в этом смысле. Сколько голов забьет нападение Хавертс, Роналду, Лукаку в трех матчах? Слушай, ну их бы боялись, поэтому забили бы не они, а оставшиеся за счет этого, скорее всего. Но если бы они играли в сборной Саутгейта, ноль. В сборной Испании. О, в сборной Испании они бы забыли бы за сколько в матче? Ну, три матча. Они бы могли 6 забить, 7 забить могли бы, 8 могли бы в сборной Испании. Роналду со штрафного. Не-не-не, он бы с игры забил. Ему бы создали с игры столько, что он бы хитрик мог забить. Вассант, обнови прогноз на Марату. Сколько забьет до конца турнира? Кстати, Марата-то, он же потом и так и не забивал. Да. А про него как бы все уже забыли. Уже подзабыли все про Марату. Ноль! Ноль забьет Марата в оставшихся матчах. Станислав Минин, большой вам привет. Марата в следующем матче хитрик. На шашлыки со сборной Грузии или погудеть в фан-секторе с турками? Слушай, на шашлыки у меня много друзей грузинов в Москве, я вам и так могу. А вот погудеть с турками на стадионе, блин, я бы хотел побывать в этой атмосфере. Это круто. Я был на фан-секторе Хорватов на финале чемпионата мира в Москве. Это было круто. Но я думал, что там просто, там просто реально как будто котел. Я бы хотел побывать там. Оказавшись перед шашка, что ты ему скажешь? Чувак, научись голы забивать. Алло, какой топ-футболист за 50 миллионов, который не умеет забивать? Посмотри на Лукаку. Ой! Ну все, вот такой вот блиц от Вавана, вот такой выпуск выдал базу. Еще маленький анонс, друзья, в конце программы. В пятницу, 5-го числа, на канале Мяч Контента мы сделаем стрим игры Испания-Германия. Как вы просили, может быть, кто-то организует пиццу, какие-нибудь вкусняшечки и запивушечки, чтобы было более атмосферно все это. Может, клубничку у вас там? Может быть, клубничку кто-то привезет, я не знаю. Я знаю точно, что Юра будет Русанов на этом эфире. Так что не пропустите, посмотрите вместе с нами футбол. Ну и подписывайтесь на телеграм-мячка продакшн, на телеграм-канал «Москвич Индус». Если когда-нибудь Вова создаст свой телеграм-канал, вы тоже можете на него подписаться. Но пока мы все этого ждем. Большой всем привет. Ну и надеюсь, что 1-4, 1-2 финал будут гораздо круче, чем 1-8. Всем пока.